Экологично, сезонно и гуманно. Так хотят питаться европейцы. Во Франции из-за этого выходят на митинги, а в Швейцарии даже референдум провели. Какую еду желают видеть на своих столах жители ЕС, выясняла Елена Абрамович. Вам нечего делать возле моего магазина. Уходите, иначе это плохо закончится. Прийти в самое оживленное воскресное утро к мясному магазину с мертвым поросенком на руках. Это, пожалуй, одна из наименее агрессивных форм протеста французских активистов. Ранее они прибегали к более жестким методам. Разбивали витрины и обливали мясные лавки красной краской. Сейчас устраивают малые и большие мирные демонстрации. Выступают как против промышленных условий выращивания скота и птицы, так и против употребления мяса в целом. Мы хотим сказать, что продавать убийства – это не профессия. Обезглавливание, расчленение и потрошение – это не профессия. Это преступление. Ну и мясники мясникам рознь обижается собственник популярного в Париже магазина, которому тоже досталось во время акции. Я тоже не одобряю промышленную систему, но я этим не занимаюсь. Мы, французские мастера, являемся гарантами сознательного производства. Как лучший мастер Франции, уверяю вас, я за употребление меньшего количества мяса, но более качественного. Мы должны выбирать местную продукцию, ведь это экономит энергоресурсы и не загрязняет среду. Не нужно привозить сюда клубнику к Рождеству. Неправильно думать, что мы можем есть когда угодно и что угодно следует уважать сезонные ритмы. Это должно также помочь местным фермерам, считают инициаторы референдума. За последние 20 лет в стране исчезло около 30 тысяч ферм, утверждают они. Противники же идеи настаивают. Такой подход приведет только к повышению цен и не более. В Швейцарии столкнулась с проблемой, когда из-за роста цен люди попросту стали ездить за покупками за границу. Во Францию, Германию. Каждый год значительные суммы тратят в соседних странах, да и часть производства переводят туда. Как бы там ни было, швейцарцев вопрос качества еды волнует не на шутку. Пункты о доступности местной и органической продукции, защите фермеров хотят внести в Конституцию страны. Елена Абрамович, Вадим Сверидонов. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Европейское бюро телеканала Интер.